Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире седьмая сессия второго созыва национального собрания Западной Армении доклад депутата Ани Бедавян. Заместитель госсекретаря США посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Министр иностранных дел России четко заявил, что в процессе заблагирования региональных коммуникаций нет мысли о коридорах Республики Армения. Дворцу Далма Бахче, который был построен семьей Балян, уже 166 лет. Столетие армянского кино включено в календарь ЮНЕСКО. Почему мы должны снова превратиться и стать Айказуном, чтобы заслужить честь назваться армянинами? По следам истории армянский Мадзун. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. На седьмой сессии Национального собрания Западной Армении второго созыва депутат Национального собрания Западной Армении член пятой комиссии НС по управлению образовательными, научными, коммерческими и информационными ресурсами Ани Бедавян представили доклад, в котором ознакомилась подделанная комиссия работой. Члены пятой комиссии Ани Бедавян, Леонардо Басмаджан и Алехандро Дорумян разработали программу, согласно которой они совместно составят толково иллюстрированные слова западно-армянского и восточно-армянского языков для детей до 15 лет и людей, не владеющих армянским языком. После издания книги будут созданы ее аудио-видео-версии. После доклада Ани Бедавян состоялся обмен мнениями. Один из депутатов комиссии по коммуникациям, геноциду и компенсациям предложил составить программу, посвященную Гранту Динку, и в рамках которой можно будет организовать показ фильмов, посвященных Динку и также фотографии Динка, и встречу с молодыми туркологами. В следующем выпуске новостей мы представим отчет депутата Гильермо Караманяна. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Азербайджан, Грузию и Армению. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США. Отмечает 30-летие участвования в депутатических отношениях со всеми тремя странами. Заместитель госсекретаря Донфрид подчеркнет поддержку США к независимости этих стран, подчеркнув право Азербайджана, Грузии и Армении выбрать свой собственный путь. Она также подчеркнет готовность США содействовать построению прочного мира в Южном Кавказе, в том числе путем поддержки политического и экономического развития и контактов между народами всего региона, говорится в заявлении Госдепартамента. Донфрид прибудет в Армению 18 июня, где встретится с премьер-министром Николом Пашиняным и другими официальными лицами. Мы хотим напомнить вам, что Соединенные Штаты признали Западную Армению 11 мая 1920 года. Международная граница между Турцией и Западной Арменией был предметом арбитражного решения, подписанного 28-м президентом США Вудро Вильсон, и что каждый день с членами конгресса ведется работа по восстановлению дипломатических отношений между двумя государствами после геноцида армян, совершенного Турцией на территории Западной Армении. Пожалуй, самым информативным аспектом армянско-азербайджанского диалога, в частности демаркации и демилитации, гранити разблокирования региональных путей коммуникации является Россия. Это имеет объективную причину. Российская Федерация является инициаторами, подписанным трехстороннего заявления от 9 ноября документов, в котором говорилось о реализации вышеуказанных процессов. Периодическое проблемное заявление азербайджанского лидера Алиева о подкрытии региональных путей сообщения поставил точку министра иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в Армении, который отметил, Как вы знаете, железнодорожный маршрут согласован. В настоящее время завершается согласование дорожного маршрута и режима, который должен быть утвержден. Он будет упрощен, но будет твердо основан на признании суверенитета армянской территории, и здесь не может быть никакой двумысленности. Речь идет о практических действиях, связанных с созданием прочной инфраструктуры, поэтому здесь лучше 10 раз отмерить, прежде чем отрезать. У нас есть ощущение, что азербайджанские и армянские партнеры исходят из этой исходной точки. Дворец Долмабахча построен в Кастатном поле. На берегу Босфора продолжает существовать как великолепное символическое строение. Возраст дворца Долмабахча достигает 166 лет. Строительство дворца началось 13 июня 1843 года. При участии выдающихся архитекторов того периода Карапета Баляна, его сына Николайоса Баляна, Аванеса Серверьяна и Джеймса Уильяма Смита, Долмабахча – самый большой дворец на территории Феодальной Османской империи. Его площадь составляет 45 тысяч квадратных метров. Дизайн содержит элементы стиля барокко, рококо, неоклассицизма. Несколько зданий вокруг дворца включают мечеть в стиле барокко, построенную по проекту Карапета Баляна, и часовую башню, построенную архитектором Саркисом Баляном. Мероприятие Дни армянской культуры в России, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, пройдет в разных городах России. В рамках мероприятия запланированы концерты Национального филармонического оркестра Армении Национального квартета имени Комитаса. В программу мероприятия также будут включены официальные выступления армянской и российской сторонами. Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Туманян обратился к программам «Дни культуры Армении в России» и «Дни духовной культуры России в Армении». Туманян также обратился к столетию армянской кино, которое намечено до 2023 года и включено в календарь ЮНЕСКО – юбилеев известных людей и важных событий. Также было отмечено, что столетие Шарла Азнавура Сергея Параджанова будет отмечаться в 2024 году. Бабочка – это символ перемены пробуждения. Существо, которое изначально является червами, может ползать, но в удивительной трансформации, пройдя стадию кокона, превращается из ползающего в существо летающая бесконечность. По сути, бабочка – это символ превращения. У меня много опыта, когда знакомишься армянской верой человека, который считает себя армянином, но находится в плену чужих взглядов. Объясняешь, кто такие наши армянские боги и какую роль и значение они играют в жизни армянина. И рассказываешь она о Петайке, рассказываешь, как другие его предки оторвались от патриарха своего народа, его сегодняшней религии и назвали веру другого народа, как свою святую. Он начинает понимать, что на притяжении веков его нация продолжает падать, потому что на движение его нации наложили другое топливо, которое в свое время было разрушено и не смогло дать этой нации высоту. Армянин, дошедший до этой мысли, начинает жить в стадии болезного кокона. И в процессе превращается из льпозущего червя в летающую бабочку. Здесь рождается айказун, который уже не относится к опоздающим видам в области религии и верований. И уверенно и гордо летит в небе своей национальной религии. Пусть все народы живут по своей национальной вере, а армянин живут посвященной вере своих предков айказун и тем самым снова будет назван армянином. Кур Марут Аракелян. Мацун – это молочный продукт с тысячелетия истории. Он обладает высокой биохимической активностью и содержит живые молочно-кислые бактерии, которые нейтрализируют действия вредных бактерий в организме. Родина Мацуна считается армянской Нагорье. В основе слова «мацун» лежит корень «мацун», от которого образованы глаголы «мацанель» и «мацнель», имеющие значение «липнуть», «уплотняться». О широком распространении молочных продуктов, в частности, «мацун» свидетельствует многочисленные археологические данные. В древности люди оставили часть молока на длительное время, после чего это молоко превращалось в кислое молоко «мацун». И сегодня способ приготовления «мацуна» тоже самое, как и много веков назад. В Армении также освоили технику длительного хранения «мацуна». Придерживаясь своих принципов и отношения к зрителю, государственное телевидение Западной Армении продолжает свою работу с новыми подходами. Как вы уже знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по истории Западной Армении с политическим и другим подтекстом, связанным с настоящим будущим и также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события президента Республики Западной Армения, правительства, национального собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения будут больше укрепляться. Вместе мы сильнее. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром.